Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Пред началом нашего интервью хочу сказать подписчикам, что сейчас такая сложилась тревожная ситуация с телеграммом в связи с задержанием Павла Дуру в Париже. Мы все следим за новостями, но есть выход. Выход простой. Подписка на мой канал в Рутубе. Это один из немногих финансовых каналов в Рутубе, который полностью защищен от ареста французскими властями. Конечно. Ссылочка есть в описании. Сергей, ты еще не завел канал в Рутубе? Нет, пока еще руки что-то не доходят до канала в Рутубе. Пока телеграмм работает, я думаю, что он будет работать. В любом случае, при любом на самом деле раскладе. Сереж, я не хочу, чтобы мою аналитику читали французские спецслужбы, закрытые по подписке. Люди деньги платят, а они на халяву будут читать мои мысли. Неправильно это. Ну, безобразие, согласен с тобой. Поэтому, а как раз Аська закрылась. В общем, нужно, так сказать, отечественный хороший менеджер с высокой, как сказать, защищенностью для Верникова. Ну, и до Министерства обороны России тоже немножечко надо. Есть такие отечественные? Наверняка же, мессенджеры есть? Ну, вот в связи с проблемами с Ютьюбом, конечно, вот это вот много альтернативных, конечно, ресурсов. Это размывание аудитории, на мой взгляд, с одной стороны, неудобно, конечно. Ну, вот пока вот все эти мессенджеры, платформы стриминговые немножечко штормит. Но со временем, возможно, все и поменяется. Да, давай поговорим, если ты не против, про ситуацию на рынке фондовом. Пока на фондовом. Пока нас не выжили на рынок черемушки, картошкой не торгуем, поговорим про фондовый рынок. Что было на этой неделе с индексом московской биржи? Ну, дошли мы до поддержки 2650, которую мы с тобой, по-моему, поддержку обсуждали. Вот. И, да, пятница выдалась достаточно жаркой. Пять очередные санкции от Соединенных Штатов в отношении наших компаний. Но, тем не менее, глубые фишки, такие там, как Лукойл, Дибербанк, именно в пятницу вот на этом провале особо-то и не проваливались. Падал, конечно, второй-третий эшелон. Я всегда делал акцент на том, что второй-третий эшелон – это, конечно же, хорошо, но риски там намного выше, и когда вы покупаете компанию, акцию компании с каким-то очень слабым фундаменталом, ну, вы берете на себя риск коррекции. Ну, вот, наверное, даже не коррекции, а когда сентимент на рынке меняется – большого слива. Вот, и Митчелл, наверное, яркий пример тому, то, что когда вы покупаете компанию там с большими долгами, с не очень эффективным менеджментом и так далее, и так далее, ну, вот, практика показывает то, что все-таки такие компании, наверное, покупать не стоит. Ну, психология устроена таким образом, люди покупают все, что растет. Вот начинает расти какая-нибудь бумага, и плевать на фундаментал, ну, такой вот казино, и все побежали в эту бумагу. Самое, что интересно, наверняка, в Митчеле есть вот такие плеяда, ну, можно назвать их трейдерами, отскочисты, но я их так называю, которые берут такие бумаги на отскок, ну, и получают первое, второе и 110-е одно. Вот в таких бумагах. Ну, и плюс, конечно, если вот так вот пробежаться, да, сколько не пытаешься объяснить, что не нужно покупать такого рода компании, там, самолет, ВК, там, да, и так далее, и так далее, особенно, когда техническая картина там уже становится негативной. Но никого это не останавливает. Ну, вот сейчас мы увидели такие вот ценники. Ну, сразу хочу сказать, потому что, судя по всему, на следующей неделе у нас на российском рынке акций будет отскок. Вот. И, безусловно, конечно же, и даже Митчел будет отскакивать. Он уже в пятницу отскочил. Там в моменте, по-моему, минус 12% на пятницу было. Закрылся, по-моему, что-то там минус 6% и так далее. Просто не нужно путать отскок с какой-то вот позитивной тенденцией. Ну, как-то так, наверное. А что такое отскок? Это 2% по индексу московской биржи, 5%, 10%? Ну, отскок мы же сейчас формально находимся, если мы смотрим технику, на медвежьем рынке. И граница, если она раньше была в районе 3,200, сейчас это район 3,110. Вот все, что до 3,110, это считается, будет считаться формально отскоком. Ну, первые там цели, они находятся в районе 2,970, 2,980, 3,000, как-то так. Но это не значит, что мы прям с понедельника прям раз и на 3,000 там улетим. Я думаю, если мы увидим 2,850, уже люди будут рады. Там, где проходит 20-дневная скользящая средняя, ну, чуть пониже, 2,840. Ну, для начала так, конечно, но в целом, в общем, просто отскоки бывают разные величины. Они бывают локальные внутри дня, бывают более большие. Вот, поговорим, наверное, ладно, про новотек. Поговорим, потому что Тимофей Мартынов тут написал, что ЦБ предпринял им какие-то меры, и теперь армянский брокер не будет бумаги новотек и недружных инеридентов продавать. Ну, так чего с новотеком-то? Да, ничего хорошего пока. Тут дело не в армянских брокерах, а дело в фундаментале. А фундаментал, ну, практически, когда у нас с начала текущего года по новотеку оставляет желать лучшего. Я пробовал забегать в новотек, это было еще в феврале. Пока еще не вышло вот это вот целая куча санкций, но зашел и практически там в ноль закрылся с мизерным каким-то плюсом, потому что техника, она говорила о том, что пока заходить рано. Это был уровень 1500. Вот я пытался войти на пробой, но потом насыпали санкции. Я в тот же день зашел, точнее, на следующий день, по-моему, как-то так это было, и больше я в него не заходил. Я вообще не сторонник заходить в бумаги со слабым фундаменталом или с откровенно негативным. Ну, и, как практика показала, это было правильное решение. И также я не заходил у него ни в июле, но в июле тоже были большие отскоки, и, может быть, кому-то показалось, что прям позитив-позитив. Ну, как видишь, санкционное давление продолжается. Ну, вот плюс-минус вот так. 905. У него теперь локальная поддержка, у новотека. А на позитив какой-то можно рассчитывать после того, как пройдет уровень 1050, но это вот на закрытие пятницы. Там один из ключевых уровней находится. Если он еще неделю-две назад был в районе 1100, вот сейчас опустился до 1050. Новотек очень техничная бумага, что касается уровней, особенно вот ключевых особенно. Там, если в некоторых бумагах может быть прокол, да, там какого-то важного уровня, и уход там вниз, то здесь проколы, они как бы такие минимальные, и чисто с технической точки зрения, наверное, с новотеком в этом плане работать интересно. Ну, я повторюсь еще раз, не захожу в эту бумагу. Заходить, на мой взгляд, можно будет только, когда сменится вот эта вот негативная тенденция на позитив. На все эти санкции, они, конечно же, не добавляют никакого позитива. Поэтому многим же казалось, что цена и в тысячу хорошая. Ну, как видите, в пятницу у нас по лаям 907,2 был новотек, то есть цена стала еще лучше. Ну, это нормально, в кавычках. Ты говоришь, что санкции ничего хорошего не приносят, но Владимир Путин сказал, что от санкций наша экономика становится только крепче. Кому верите? Я думаю, что, не знаю, санкции ничего хорошего они на самом деле не несут. И особенно те компании, которые зависят от экспорта. Поэтому кому верить? Верить надо рынку. Рынок считает, что пока, по крайней мере, пока, ну вот, не время, наверное, покупать новотек. С той точки зрения, что лучше взять его дороже, даже там, там основная граница у него сейчас на 1200. Но для того, чтобы дойти туда, нужен смена новостной коррекции. Сережа, а ты не думаешь, что ты прав, я был прав, что не покупал новотек. А ты не думаешь, что дело в тайминге, что кто-нибудь купит с таймингом 10 лет, 10 лет продаст новотек в два раза дороже, условно. Ну, представь, что если бы я не... И все будут правы. И Дроздов прав, и он прав, и кто шортил прав. Только проблема тайминга. Нет, проблема-то тайминга понятна. То, что, ну, слушай, если бы я, допустим, остался бы в новотеке по 1500, а он сейчас ниже 1000, ну, представь, какой бумажный его минус был. А через 10 лет, ну, давай так, для наглядности. Газпром, 2008 год, да, стоит там 300 плюс. И правы потом люди, в каком... Сейчас я открою график Газпрома, чтобы прям по времени рассказать, как все дело было и про тайминги, да. Да, ну, вот, восьмой год Газпром на максимуме 369,50. Это 2008 год. Те, кто купил там в 2008 год и не зафиксировался, да, ну, получили еще один шанс выйти из него только в 21 году. Сережа... Сколько лет прошло. Специально... Они могут сказать, да, мы были правы, ну, а что толку-то от такой правоты. Сереж, специально для тех, кто застрял в Газпроме, я сделал график реверсивной шкалой. В общем, так намного веселее смотреть, для тех, кто застрял в Газпроме. И Газпром, он хорошо пробил канал и движется наверх. Я по реверсивному графику смотрю. Сейчас он движется наверх? По реверсивной шкалой график, реверсивной шкалой. Реверс. Я понял. Ага, ну, я понял. Инверсия. Инверсия, да. Ну, как тебе? Неплохо? Красиво? И сразу настроение все хорошее. Нормально? Да, замечательно. Вот, поэтому вот эта вот правота, что я был прав только в 21 году, после 2008 с учетом еще валютной переоценки, ну, наверное, слабое утешение абсолютно. Ладно. Да, пожалуйста, мне-то чего. Алроса. Ох, ну, по Алросе там вообще, конечно, эпическое снижение было. И забрежил там луч света в темном царстве. Американцы вроде как разрешили продавать алмазы. Но там есть тонкий нюанс, что это те алмазы, которые, я честно говоря, забыл там по времени, которые были вывезены уже из России. Вот их там можно продавать. Плюс там будет отчет у Алросы. Алроса попал еще под этот негативный весь сентимент. Ну, по сути, здесь тоже, как минимум, можно ожидать неплохой отскок. Если там еще будут какие-то дивиденды плюс-минус. Ну, понятно, что по нынешним временам они будут вряд ли какими-то большими. Хотя посмотрим. Вот. Ну, имеет все шансы, как минимум, для начала на неплохой отскок. Ну, сразу хочу сказать, у Алросы дела получше, чем у того же Мечелла, к примеру. Неплохой отскок это сколько? 5%? 10%? Андрей, я не могу сказать сейчас про 5-10%. 0,5%. Ну, ты когда скажешь, 0,5% это неплохое отскок. Нет, подожди. Ну, Алроса, она относится вот как раз к акциям, там, 2-3, там, плюс-минус, да, эшелона. А в таких бумагах отскоки могут быть очень большими. Ну, первоначально, хорошо, есть первая цель отскока, это диапазон 55-60, 57-50. Ну, вот как-то так, в тот диапазон. Хорошо. А что нас на этой неделе радовало, это Лукоил? Да, Лукоил бы радовал. На следующей неделе, в конце, ближе к концу недели, либо в четверг, там, либо в пятницу будет отчет у Лукоила. Ну, и судя по тому, как отчиталась от нефть, коллега, да, у Лукоил, скорее всего, отчет будет неплохим. Плюс ко всему промежуточные дивиденды компания должна объявить. Вот здесь тоже вопрос, когда они сделают. В прошлом году это был, если я не ошибаюсь, октябрь. Как они будут в этом году, когда там расскажут нам про эту историю, пока вопрос. Ну, Лукоил это до сих пор самая хорошая нефтяная фишка, лучшая. А вот, ну, если опять же считать, что она в первую очередь. Да. Поэтому вот так вот. Так вот, по поводу недружных и нерезидентов и попытки остановить эти продажи. Значит, сейчас была приостановка торгов на Тинькофф-брокере торгов выходного дня. После чего все открылось. И открылось, потому что люди думают, что шарты будут крыть с утрика. И прибежали крыть шарты здесь. Здесь они будут крыть шарты. И я вот смотрю, бумаги разные. Есть бумаги на полтора процента плюс, есть на два, а есть даже на 2,9 в моменте. Я говорю сейчас 9 часов 46 минут. Это Тинькофф? Да, в Тинькоффе. То есть, все люди, которые сейчас в шартах, на всякий случай, после этой бумаги ЦБ, думают, а дайте мы закроем это все нафиг. Зачем нам рисковать нафиг всем этим. И я не говорю, кто прав, Сережа, давай не будем. Просто говорю, вот по текущей ситуации. Такая, что 1,2, араслот полтора процента, там, Сберпрев 2,89 плюс. Ну, в общем, такая все такая штука, лая пляшет. Не говорю я ничего, что вся неделя будет ростной. Я просто говорю, вот текущий момент вот такой. А больше всего прыгнуло, между прочим, кто? Кто? Мусор ВК плюс 3,8%. Ну, естественно, там, еще раз повторюсь, бумаги 2-го, 3-го эшелона, они падают сильнее и отскакивают потом сильнее. Это вполне нормально, потому что ликвидность намного ниже, и любое там закрытие коротких позиций может приводить к очень хорошему всплеску. Ну, давай вспомним 2008 год. Там, если кто-то думает, что в 2008 году было просто заработать на шортах, ну, вот и нет. Потому что отскоки там в моменте, ну, по российскому рынку были там по 10-15, даже 20%. На американском тоже были большие отскоки, ну, для американцев это большие, там, по 5% индекс отскакивал просто за один день. Поэтому вот так. А некоторые тоже бумаги у них высоковолатильные и по 10-15% отскакивали. Так что дело такое, сейчас вот на рынке преимущество у тех, у кого большие депозиты, кто торгует без плечей, кто может позволить себе добавлять какие-то позиции. Вот так. А теряют сейчас спекулянты, которые торгуют с плечами, которые бегают за бумагами, пытаются что-то там шортить, потом их выносят, потом в лонг их выносят в обратную сторону. Все же хотят заработать сейчас и быстро. И поэтому в первую очередь вот смотрят на всякие там Мечелы и так далее, и так далее. И все вот это вот в этом духе. Да, конечно, потом, когда будет большой отскок, они скажут, ой, да я ж тут заработал на отскоке, Мечел очень много. Ну, мне такие комментарии там в Телеграме в свое время писали, а я вот на Киеве там вяло, видно, там поймал, как замечательно. Был отскок. Ну, на самом деле, хочу сказать, что такой подход в долгосрочной перспективе, он ведет к тому, что человек, ну, в лучшем случае заработает минимум, а в худшем случае периодически будет терять деньги. Да, да, согласен с тобой. Подход хреновый, очень хреновый. Какие сделки у тебя были на этой неделе? Ох, ну, у меня есть Лукойл, у меня есть Сбер, есть еще одна бумажка, в следующем эфире с тобой о ней поговорим. Ну, на мой взгляд, у нее перспектива роста, ну, правда, горизонт очень большой, это, наверное, месяцев 8-9, ну, там перспектива от 40 до 70%, наверное. Блин, извини, конечно, самому хочется сейчас продать одну бумажку. Я не могу. Когда видишь такие котировки, так, думаешь, господи, хоть чуть-чуть прикрыться, потому что хорошие котировки. Ну, это я... Ну, подожди. Это торги выходного дня, я ничего не говорю. А, ты имеешь в виду продать в плюс, зафиксироваться? Плюс, плюс, конечно. И хотя бы чуть-чуть хочется на прибыль зафиксироваться, потому что, блин, ну, просто... Ну, вот видишь, это... Приятно посмотреть. Спасибо большое, ЦБ. Спасибо, ЦБ, что ты есть. Спасибо, ЦБ, что ты есть, что ты не спишь, что ты видишь, наблюдаешь за армянскими брокерами, всякими за Солидами. Ой, я не Солиды сказал, случайно сказал. Случайно сказал, извините. И я ничего такого не говорил. Давайте сотрём это при монтаже. Всё зашибись будет. А что нового у тебя в Телеграм-канале? Ты, наверное, сильно завидуешь успеховому моего канала на Рутубе? Слушай, у меня руки пока не доходят регистрироваться на Рутубе. И субботний ролик вот я тоже в очередной раз не сделал. Ну, вот как-то вот прям в летний период в этом плане на расслабоне пока. Ну, я возьму себя в руки. Ты возьми себя в руки, Серёжа. Ты возьми себя в руки, Серёжа. Мы на... Потому что сейчас получается, что больше и больше людей ругаются, что я выкладываю на Ютубе. Я говорю, ребят, я выкладываю и на ТАМА, и ТАМА. Я выкладываю и ТАМА, и ТАМА. Вот Аэрофлот плюс 2,7%. Молодец, молодец. Вперёд, Аэрофлот. Я... Потому что должны все люди, понимаешь, это самое... Ну, как бы быть довольны. У меня нет просто сил и дзен выкладывайте в ВК. Я либо Рутуб, ну, Ютуб нормально. Ну, и Телега вот всё. Ну, невозможно везде вы... Как ты правильно говоришь, размазали аудиторию. Ну, что это за бред такой? Ну, в своём Телеграме, наверное, в следующую пятницу как раз скину результаты по сделкам. Вот, поэтому заходите подписывайся. Да, да. Как у тебя здоровье, кстати говоря? Да, вроде не жалуюсь, спасибо большое. Я что-то сжалуюсь на хронический кашель. Сейчас я не знаю. Вот я... По этому подписчики страдают. Купил хреновую кучу таблеток индийских, которые, в общем, могут помочь. Они такие таблетки убивают, всё плохой вид. Вот, я даже от туберкулёза всё убиваю. Я не знаю, что это за таблетки мне прислали из Озона, но надеюсь, что уже обойдёмся без кашля. Если ты не знаешь, что это за таблетки, не стоит их пить. В Озоне одни хорошие отзывы. А то что-нибудь вырастет ненужное. Вот, на травах, Серёга, вырастет что-то красивое. Будем надеяться. Да, всё. А, кстати, ты видел интересное сообщение по поводу сыра Бри, сыра Рокфор, с плесенью, нет? Нет, не видел. Сообщение потрясающее. Этот грибок белый, ну, ты знаешь, там, с плесенью сыра, да, оказался очень нежный. И во всём мире он заболел, плохо чувствует этот грибок. И его объём очень сильно уменьшились. И теперь эти люди, которые делают сыры в панике, бегают каким-то другим грибком заменить. Потому что это просто умирает на глазах грибок. Так что, если ты сыр Бри не купил, обязательно купи. Я не фанат сыра Бри и Дорблю тоже, поэтому... Мне очень нравится. Что меня это не за день. Вот, новость. Всё, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо всем. Спасибо, Андрей. И спасибо большое и ЦБ, и брокеру Тиньков за торги выходного дня порадовали. Субтитры подогнал «Симон»